А там сколько сил, времени и денег стоит за тем, чтобы вырастить даже одну небольшую свёклу, Эстебес Кенежбекулу знает не понаслышке. Возделыванием земли занимался ещё отец молодого человека. К тяжёлому труду на полях приучал своих детей. Потому уже с 8 класса Эстебес полностью погрузился в изучение сельского хозяйства. А вот выращивать сахарную свёклу решился лишь 6 лет назад. У вас сколько гектара? 24 гектара. Спахать, смаловать, засеять, семена купить, опять же его обработать два раза грибицидом, культивировать, с литру дать удобрения. И 5-6, как погода зависит, 5-6 раз надо поливать. Завод там получается, например, чистое поле, не чистое поле, например, 100 тонн сдали, 7% скидки сделали, это получается 700 килограммов уже. Сняли, да. 99-300 килограммов у нас зачётный вес, это получается, чистыми. В среднем на одном таком поле может вырасти около полутора тысяч тонн сахарные свёклы. При правильном уходе и в хороший сезон только на одном гектаре урожая составляет около 50-60 тонн. В этом году выручка за это количество достигнет в лучшем случае полусотни тысяч сомов. А вот вложений требуется гораздо больше. Среднестатистический фермер на возделывание одного гектара сахарной свёклы тратит около 130 тысяч сомов. Сюда входит и стоимость аренды земли, и уборочной техники, и оплата труда людям, которые вручную убирают сорняки на грядках. К слову, по словам фермеров, если бы закупочные цены в этом году на заводе сохранились прежними, то заработать они могли бы около 200 тысяч сомов. Однако цены в этом сезоне стали гораздо ниже, что предвещает банкротство для фермеров. Вообще невыгодно стало. В прошлом году завод покупал по 3 сома 10 тынов за 1 килограмм. В этом году, говорят, за 2 сома 60 тынов. Прибыли вообще никакой. В лучшем случае по нулям выйдем. Ещё землю берём в аренду. Скорее всего, даже если цену за свёклу поднимут, то придётся сажать другую культуру. Может быть, кукурузой займёмся. Иначе кредиты, долги. В минус себе работать начнём. Собирать урожай крестьяне начнут уже через несколько недель. И не исключено, что этот сезон для многих, кто занимается выращиванием именно этой культуры, может оказаться последним. А на тысячах гектаров отечественных полей, которые сегодня засеяны свёклой, начнут выращивать, к примеру, тыкву, огурцы или болгарский перец. Всех этих овощей на рынках сегодня в избытке. И проблем с их реализацией не наблюдается. Во всяком случае, пока. Перец подешевел. На 5-6 сомов дешевле стал. Продаем мы по 14-15 сомов за килограмм. Оптом. Тыква стоит 15 сомов. В этом году её очень много. Цена сейчас нестабильная. Один день выше, другой ниже. Пока продаётся нормально. Но нет гарантии, что и завтра так же будет. Если в прошлом году Министерство сельского хозяйства прославил картофель, то в этом году знаменитым ведомством может стать благодаря свёкле. Пока тысячи фермеров на грани банкротства в Минсельхозе, точно так же, как и в минувшем году, обещают поручение отдать с фермерами, встретиться, проблему изучить и помочь. Чем смогут? Мы ведём встречи, переговоры с заводом Каиндыкант. Вот это соотношение, которое есть сейчас, что за свеклу крестьянам платят 40% стоимости наличными, а 60% отдают сахаром и пытаемся сохранить. Может, даже увеличить, чтобы денег больше получали. Мы им сказали, чтобы завод принял продукцию крестьян, чтобы они не остались в убытке. И какой ответ вы получили? Какой ответ нам дали? Ежегодно специалисты Министерства сельского хозяйства делают прогнозы, согласно которым фермеры решают, что в том или ином сезоне выгоднее высадить. Однако советы специалистов этого ведомства не всегда гарантируют успех на рынке. Так, например, в прошлом году крестьяне, ориентируясь на прогнозы аграриев, массово решили высаживать картофель. Последние обещали прибыль и бесперебойную реализацию. По итогам, тысяча обанкротившихся земледельцев и вручение экс-главе ведомства Нурбеку Мурашеву премии «Чёрная калоша». К слову, именно после этой награды Мурашев добровольно подал в отставку.